У Таисии Ливанюк проблема. Приехав в Брест из Германии, женщина почувствовала симптомы простуды. Высокая температура, сильные головные боли, недомогание и тошнота. Однако попытка сбить жар самостоятельно не увенчалась успехом. На приеме инфекциониста, рассказывая об истории заболевания, Таисия Ульяновна упомянула, что работала в берлинском отеле, в котором проживали жители Гвинеи. Один из них был госпитализирован с высокой температурой в больницу. Эти подробности – лишь часть легенды, которая стала своеобразной конвой для тематического учения на базе Брестской городской больницы номер 2. Бить тревогу белорусам, в частности брещанам, не следует. У нас в стране вируса Эбола нет. Сегодня у нас проводится учебно-тренировочное занятие по выявлению пациента с подозрением на геморрагическую лихорадку или лихорадку Эбола на амбулаторном приеме в поликлинике. На этом мероприятии присутствуют заместители главных врачей поликлиники, стационаров города, старшие медсестры. Для того, чтобы быть во всеоружии, то есть медики знали, как себя вести и лишний раз напомнить, знания обновить. Вот мы решили провести такое мероприятие. Медицинские работники учреждения здравоохранения сработали оперативно. Вызов бригады скорой помощи – эвакуация больной. Работа эпидемиологической и дезинфекционной групп, вся пошаговая инструкция действий была проиграна буквально по минутам. Знать врага в лицо и быть во всеоружии – вот главная задача и одновременно стимул для проведения подобных учений. Пока лихорадка Эбола расширят географию своего смертельного близкрига, белорусские эпидемиологи делают все возможное, чтобы вирус не проник в нашу страну. Нашими специалистами Брестского зонального центра геонапсимологии проводится определенная работа, то есть проводится учебно-тренировочное занятие, которое будет на базе Брестской городской больницы номер 2. Проводится обучение работников пограничной таможенной службы, работников Брестского филиала Бел-Аре-Навигация с отработкой практических навыков в условиях очага инфекции особо опасных не только лихорадки Эбола, но и других особо опасных инфекций, которые имеют международное значение. На днях представители Международной организации «Врачи без границ» заявили, что число случаев заражения вирусом Эбола впервые начало снижаться в Либерии. Однако это не означает, что эпидемия подходит к концу. К примеру, в соседней Гвинеи раньше также было отмечено снижение уровня заболеваемости. Спустя короткое время вирус вернулся. В особой группе риска врачи, находящиеся в постоянном контакте с больными, а также лица, приехавшие с африканского континента. Поэтому доктора настоятельно рекомендуют не пренебрегать мерами профилактики и при первых подозрениях на инфекционное заболевание безотлагательно обратиться к врачу. Данным нашим гражданам Брестской области воздержаться в поездках и путешествиях в страны Западной Африки. Лица, которые прибыли из стран Западной Африки, обращаются в медицинское учреждение по месту жительства для организации медицинского наблюдения за данным человеком в течение 21 дня, так как это инкубационный период, то есть от момента возможного заражения до появления клинических проявлений. Обсуждение спорных моментов стало заключительным этапом в проведении мероприятия. Вопросов было много и есть отчего. Тренировочное учение на выявление больного лихорадкой Эбола в Бресте проводилось впервые. Даже несмотря на то, что наша страна имеет низкий риск проникновения и распространения смертоносного вируса, практика подобных тренировок повышает бдительность сотрудников здравоохранения в отношении своего здоровья и здоровья окружающих их людей.